Меня зовут Тодд Бэк, и я делаю на... Всё, что я делаю, — ручная работа. Тодд — настоящий художник. Он легендовый на... Но одному человеку не справится с такими объёмами работы. Поэтому я связался со своими старшими братьями. Главное, чтобы мы не поубивали друг друга. Марк, ты всё испортил. Что за хрень, мужик? А дойти до убийства может. Да, это факт. Халлелуя! Когда-то я начинал делать ножи самостоятельно, в гараже. А здесь, в Калифорнии, у нас мастерская больше 280 квадратных метров и несколько постоянных сотрудников. Это просто безумие. Значит, среднее лезвие такой же длины, как и все остальные? Не делай этого! Стоп, 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 стоп! Как сделать то, как сделать это, то сломано, это сломано. Оно уже карбонизировано? Проверь. Какой номер программы мне нужен? Дай взглянуть. Вообще, знаете ли, вся идея открыть всю эту мастерскую с моими братьями была в том, чтобы дать мне больше свободного времени для создания кастомных ножей. Вроде что-то случилось со сверлом. Похоже, я сломал еще одно. Джон, ничего со сверлами не случилось. Джон мой старший брат. Последние 20 лет он проработал в нефтегазовой промышленности. Это тебе не то же самое, что нефтяную скважину бурить. Смотри, у нас тут важна точность в одну тысячную дюйма. Если взять твой волос и расщепить его на четыре части, то вот это и будет тысячная дюйма. Я не привык работать с такими мелкими и точными деталями. Ты хватаешь эту рукоятку всей пятерней. Ты не можешь контролировать сверло достаточно точно. А тут нужно работать как ювелир. Это очень тонкая и скрупулезная работа. Управляй дрелью подушечками двух пальцев. Вот так. Так ты будешь четче чувствовать. Хорошо, спасибо. И правда работает. У Джона есть все, чтобы стать мастером на производстве. Он работящий, исполнительный и жесткий человек. А вот Марк — это совершенно другая история. Кажется, Марк наконец решил почтить нас своим присутствием. Да ладно, ладно, понял я, все понял. Доброго утречка, парни. Доброго. Отличная погодка. Я больше визуалист, человек, генерирующий идеи, концепции. Ты больше метросексуальный клоун. Сделаю вид, что этого не слышал. Сейчас 11.30, чувак. А я... Я задержался. Заходил купить миска для Плута. Ну, пока ты удовлетворяешь капризы Плута, Матиас связался с новым потенциальным клиентом. Я собираюсь поехать к нему и продемонстрировать несколько ножей. И кто это? Меркли. О, да ладно! Да, Меркли это один из самых эксцентричных коллекционеров предметов искусства. Эксцентричный? Я знаю, что у него дома 50 пар одинаковых ботинок. Да, говорят, это правда. Я пытаюсь привлечь максимальное количество клиентов. Меркли один из тех, кто действительно оценит Тодда как художника. Я думаю, он купит у нас что-нибудь. Я с тобой поеду. Шоу-то не про тебя одного, а про всех братьев. Не выкрутишься. Мы едем в город! Вот и золотые ворота, парни! Здорово, мужики. Привет. Я знаю Матиаса уже около 10 лет. Именно он познакомил меня с творчеством братьев бегов. Как раз заинтереснее работать с художником, чем просто с ремесленником. В смысле, кто сделает для меня ножи еще безумнее, чем тот. Ничего себе, какие они здоровенные. Три очень стройных мужчины только что вошли в мой дом. Как только мы вошли внутрь, мы оказались окружены кучей несочетаемых штук. Мы посмотрели наверх и увидели люстру из крюков для туши глаз плюшевых медведей. Все эти это арт-объекты здесь? Это место действительно безумное. Мое искусство — это сериализм и абсурдизм. Это все равно, что превращает сны в реальность. Хотите посмотреть на товар? Да, пожалуйста. Вот тут титан, обкладки из нержавеющей стали, вставки из карбонового волокна на рукояти. Ого, это серьезное произведение искусства. Это работа где-то на 200 долларов. Ты чувствуешь себя очень круто, когда держишь в руках такую штуку. Ну, давайте я расскажу вам о видео, которым я сейчас занят. Это такой клип рок-видео для маленькой девочки. Она там скачет вокруг пожилого человека в огоне умирающего, пытается его всячески спасти. Она встречает смерть с косой. И я хочу, чтобы у нее в этот момент в руках был самый жуткий, самый злой и жестокий нож всех времен и народу. Ну, я как-то делал серию больших страшных топоров для мяса. С шипами, пилами на обухе. О, да, да, да. Я думаю, было бы классно сделать большую, огромную версию такого топора, который будет чем-то напоминать очертания косы смерти. Знаете, давайте назовем его Секира смерти. Вот это будет оружие, которого смерть с косой точно испугается. Большая? С три фута. Такого же размера, как сама девочка. Это будет одна из ее игрушек из волшебного зундучка. Оп, Секира смерти. Сколько времени ты даешь нам, чтобы выполнить заказ? У меня назначены съемки на следующие выходные, но вообще раньше всегда лучше, чем позже. Как я понял, как можно скорее от Меркли означает «немедленно», потому что он должен получить заказ для видеосъемок на следующей неделе. Был бы здорово. Он был очень обрадован идеей создания Секиры смерти и сказал, что заплатит 12 тысяч долларов за проект. У меня всегда найдется время на интересный заказ. Великолепно. Теперь мне всего лишь нужно успеть сделать заказ вовремя. Был рад встрече. Взаимно. Пока, парни. Я сейчас работаю над этой Секирой смерти. Она должна выглядеть, как мать всех топоров. Когда я закончу с дизайном, я загружу программу в станок, который вырежет нужные мне детали. Вот то, что я делал раньше. Длина режущей кромки здесь больше, чем весь старый топор целиком. Это что-то жуткое. Виктор сейчас занимается вырезанием. Посмотрим, что он там делает. Я должен убедиться, что охлаждение правильно настроено. Сейчас станок вырезает борозды. После этого процедура будет завершена. Мы должны перевернуть болванку, сделать борозды на другой стороне, и только после этого лезвие будет вырезано окончательно. Так что у нас еще много работы. Вот и первая встреча с Секирой смерти. Мы вырезали лезвие. Теперь мы отшлифуем поверхность, потом подвергнем клинок воронению. Это, наверное, самое большое лезвие, которое я когда-либо шлифовал. Это заставляет меня быть особенно внимательным и думать о том, какова будет цена моих ошибок, если я ошибусь, сколько времени я потеряю. Это как везти автомобиль в пургу. Кажется нудным и вроде бы вокруг ничего не меняется, но ты реально должен обращать внимание на то, что ты делаешь, потому что на дороге может произойти что угодно. Виктор, когда так много происходит в мастерской, я обязан составлять свое расписание максимально эффективно. Мне нужно, чтобы ты занялся вот этим. Мне необходимо поручить часть работы мелким. Что это было, Виктор? Оно подскочило. Если лезвие испорчено, мы попали на 2000 долларов на материалы, плюс рабочие часы людей, плюс время. Выглядит хреново. Что это было, Виктор? Оно подскочило. Мелкие пытались отшлифовать лезвие секиры смерти на моем шлифовальном аппарате. Поскольку лезвие такое длинное, оно еле-еле входит в ограничители станка. Когда люлька станка проходит до конца, она должна остановиться. Но поскольку лезвие доходит почти до ограничителей, может случиться, что люлька ударится о стоппер, и тогда бум! Лезвие подскочит, и станок снимет больше металла, чем нужно, оставляя на клинке серьезные царапины. Царапина прямо посередине лезвия? Если лезвие испорчено, все пропало. Ну, вообще не так все серьезно. Весь этот материал будет снят при формировании спусков. К счастью, секиру смерти можно починить. Видишь, здесь три разных плоскости. Это мы зачистим, а тут все уйдет под спуски. Рабочая ситуация. За работу. После того, как все части вырезаны, следующий этап — это формовка, полировка и подгонка деталей друг к другу. Накладки из карбонового волокна для рукояти уже вырезаны. Теперь мы будем шлифовать и подгонять их вручную с помощью специальных шкурок. Теперь мы должны проделать все отверстия, прежде чем отправлять лезвие на закалку. Эй, Тод, полировка окончена. Итак, мелкие закончили полировку. Сделай вот это отверстие 1,85 дюймов, а это 1,75. Теперь мы должны проделать все отверстия, прежде чем отправлять лезвие на закалку. Когда работаешь с незакаленной сталью, ее можно сверлить, подрезать, доводить до нужной формы, но потом ее нужно закалить, иначе она никогда ничего не разрежет. Ее нужно довести до критической температуры, а потом зажать между двумя толстыми алюминиевыми плитами. Они вберут в себя весь жар. Тут-то и происходит закалка. Эта штуковина такая массивная, что мои стандартные плиты для нее малы. Как я ее сюда засуну? Так, у меня для тебя ответственное задание. Нужно съездить за большими алюминиевыми плитами для лезвия секиры. И сделать это нужно сейчас. Ты что, его за запчастями посылаешь? Давай-ка я с ним поеду. Хорошо, езжай с ним. Я за рулем. Нет, я за рулем. Я за рулем. Нет, я за рулем. Это ты так останавливаешься? Меня пугают не столько водительские навыки Марка, сколько его дефицит внимания. Вот именно. Я многозадачный. Но внимание он может уделить от силы одной задачи. Я хороший водитель. Готово. Нужно сделать для него карман из фольги и можно класть в печь. Я оберну лезвие в фольгу из нержавейки. Это все потому, что температура в печи запустит процесс, который называется разуглероживание. Раскаленная сталь вступит в реакцию с кислородом, и он начнет разъедать металл. Мне нужно этого избежать, ведь мы потратили кучу сил на все эти точные выемки и отверстия. Я сделаю конверт из фольги, золотаю по краям и положу туда немного бумаги. Когда температура перевалит за 200 градусов, бумага загорится и поглотит весь кислород в конверте. Так что никакой реакции не будет. Все, полезай в печку. Я собираюсь разогреть эту печь до 1060 градусов Цельсия. Это критическая температура, и сталь нужно выдержать в ней 35 минут. Если Марк не вернется вовремя с плитами, лезвие деформируется, и тогда его можно будет выкидывать. Дай-ка я тут остановлюсь. Нафига? Ты че творишь-то? Возьмем замороженного йогурта, чувак. Время у нас есть. Йогурт? Зачем? Слушай, я тебя 16 лет не видел. Поехали, поговорим по душам. Блин, ну ты даешь. У нас с Марком были кое-какие проблемы на семейной почве, и мы решили просто об этом не говорить какое-то время. Получилось так, что мы 16 лет не виделись. Органическое мороженое из йогурта. Никаких тебе гормонов и ГМО. Да я тащусь от гормонов. Как ты это вообще ешь? Я же помню тебя в детстве. Не могу понять, как ты стал таким снобом. Снобом. Да ты раньше вообще и шланга пил, а теперь вот пьешь воду из бутылки. Смотри, тут со вкусом ореховой пасты, мое любимое. Тридцать минут осталось. Если это лезвие там пролежит дольше, а оно вообще может восьмеркой изогнуться, и тогда его уже никак не выправишь. Где они? Алло, вы где? Кафе «Мороженое». Они там теперь алюминий продают? Идея хорошая. Марк, двигай быстрее, мне плиты нужны уже сейчас. Эээ, постой, я тебя теряю. Тот даже словом не обмолвился, что он собирается закаливать лезвие прямо сейчас. Просто сказал привезти плиты. Че, может еще по одной? Все, поехали. Ну все, три минуты осталось. Не успеют они. Не успеют. Мой брат – работоголик. Он всегда работает над несколькими ножами одновременно. Это удивительно. Он может посмотреть на сырой металл, что-то в нем увидеть, и сразу сесть за чертежи. В детстве я сильно увлекался нунчаками, постоянно тренировался. Поэтому я решил сделать вот эти выкидные чаки со встроенным в ручку автоматическим лезвием. Вот лезвие, а здесь крепится выкидной механизм. Ну что, вот твой звездный час, покажи на что ты способна. Отлично. У нас есть рабочий выкидной нож. Он классический пример сумасшедшего художника. Берет железо и делает из него Мону Лизу. Это вам не дубинка с ножом. Открываете ее, и она становится двойным орудием. Отлично, нунчаки. Здесь есть титан, нержавеющая дамасская сталь, карбоновое волокно. Вот это круто. У меня тут секира смерти в духовке, пора вытаскивать, а моих братьев еще и близко нет. Все потому, что Марк решил поесть йогурта. Если это лезвие там даже на пару минут задержится, оно деформируется, и придется начинать все сначала. Мы в него уже вложили кучу человека-часов и денег. Все, время вышло. Отлично. Просто охренеть. Гоню как могу, капитан. Выхожу на посадку. Давайте, ребята, быстрее. Так, кладете одну сюда. Когда я положу лезвие, накрываете ее второй и придавливаете. Джон, лучше ты это возьми. Марк, бери вон ту гантелью и будь готов придавить ей сверху. Только клади вдоль, окей? Готов? Накрывай. Марк, клади гантелю. И сколько ему так лежать? Пять-десять минут. Что на самом деле круто. Значит, я приехал как раз в самый момент. Нет, не в самый. Джон, я надеялся, ты его проконтролируешь. Я старался, ей-богу. Джон тоже наворачивал йогурт. Такий мужик. Марк, это лезвие, скорее всего, погнулось. Так, давай посмотрим. Деформировано. Если бы вы приехали вовремя, все было бы идеально. Тут и продольные, и поперечные сгибы. Будет непросто выправить. Он его выпрыгнет, погоняет туда-сюда, подколдует. Марку, видимо, пофиг. Потому что Марку никогда не приходилось ничего разгребать. В этом плане у него с детства мало что изменилось. Я далеко не уверен, что смогу это выточить. Тут все непросто. Я снимаю по сотой или тысячной доле миллиметра. Потом проверяю. Снимаю, проверяю, пока не почувствуешь, что все ровно. Я считаю себя мастером. Когда я делаю нож, я даю себе слово, что он отразит мои самые передовые навыки на сегодняшний день. И на этом строится моя репутация. Рискованный был изгиб, но я его выправил. Выправил. Сегодня тот самый день. День Д. Меркли будет здесь через 4 часа. А мы эту штуку даже не собрали. Время уходит и уходит. Оно быстро. Я сейчас вставлю все вкладки из карбонового волокна и зачищу отверстия для болтов. Ну что, как у вас дела? Подходят к концу. 10, 20, 30 минут. Сколько? 20 минут. Окей. Эта штука выглядит еще более зловеще, чем я надеялся. Выглядит действительно круто. Остается надеяться, что Меркли она понравится. Здорово, Меркли. Не могу отделаться от ощущения, что у вас тут где-то есть здоровенный нож. Ну да, есть такое дело. Вот, оцени. Мать вашу, какого... Все как ты заказывал. Я заказывал что-нибудь крутое, но это просто адски круто. Меркли начинает счет. С радостью. Давай, Джон. Три, два, один, пуск. Секера Смерти так хорошо рубит, что лезвие прошло как свозь масла. Он даже не ожидал. Вообще никакого сопротивления. Рубани еще разок поперек вот этой части. Поперек? Да, давай, Джон. На котлеты. Это как бумагу режут. В общем, если вы встречаете смерть с косой, а у вас в руках это, Секера, то смерть в пролете. Ну, давай, пусть и тебе ветчины достанется. Да, я один разок. Слышали это, Чомп? Эта штука такая острая. Никакого сопротивления. Он доставил мне именно то, что надо. Это идеально подойдет. Чеки принимаете? Только наук. Да шучу, шучу. Меркли купил топор за 12 тысяч баксов. Ну что, всем ужинать? Ладно, ребята, мы справились. Работы было много, она была тяжелая. Я знаю, я был весь вымотанный и злой. Но мы сделали это. Давай-ка за это вглечим. А теперь ускорим процесс. Эй, че творишь? Стой! По-моему, она готова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова